Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте вопросы, если они есть в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о Маркетс, где размещается большое количество аналитического контента, конкретные торговые рекомендации не только по активам рынка Форекс, но и по активам фондового рынка. Кстати говоря, многие бумаги мы добавили по вашим как раз просьбам и рекомендациям. Ну что, сегодняшний день, если несколько отойти от новостного фона, который связан с Восточной Европой, сегодня нам есть на что посмотреть. Сегодня состоится заседание ближневосточного картеля, нефтяного картеля ОПЕК в 12.00 по московскому времени. Ранее я уже комментировал перспективы рынка нефти, рекомендовал только лишь покупать этот актив, потому что была возможность для реализации только одного сценария, это развитие бычьей динамики. Собственно, это сейчас и происходит, друзья, потому что бренд уже котируется на отметке почти 110 долларов за баррель, и это только лишь начало. Многие инвестбанки прогнозировали, что за очень короткий промежуток времени, как только ситуация в Восточной Европе стала эскалироваться очень сильно, могут добраться до 110-115 долларов за баррель. Я сразу поставил в качестве целевого ожидания планку 125 и пока от этого уровня и таких ожиданий не отказываюсь. По поводу текущего заседания ОПЕК, что нам известно? Нам известно, что буквально за день до его начала страны ключевые потребители нефти, где лидером сейчас остается также США, приняли решение о продаже стратегических резервов. Я думаю, что если бы у них было основание полагать, что страна ОПЕК сегодня все-таки согласует дополнительный рост нефтедобычи, чтобы компенсировать потенциальные перебои поставок со стороны России, то, может быть, такой шаг был бы преждевременным. Но поскольку все-таки решение о раскупорке стратегических запасов принято и на рынок потенциально может поступить до 70-80 миллионов баррелей, это как раз позволяет мне предположить, что есть информация, была информация в том числе и у США, что по факту сегодняшнего заседания никаких решений, которые отличаются от условий прежней сделки, приняты не будет. Другими словами, текущая встреча ОПЕК будет лишь направлена на то, чтобы подтвердить условия сделки, которые будут как бы перетранслированы на предстоящий месяц. То есть ОПЕК как с середины прошлого года увеличивал объем нефтедобычи на 400 тысяч баррелей, будет делать это и дальше, ровно до тех пор, пока с рынка не будут убраны, скажем так, все сокращения, которые стали следствием пандемии ковида. Но проблема, как вы наверняка знаете, в том, что вот этого роста на 400 тысяч баррелей недостаточно, чтобы компенсировать повышение спроса и тот дефицит, который есть на рынке. И плюс ко всему страны ОПЕК, плюс умудряются еще не выполнять даже текущие квоты по увеличению нефтедобычи. Ранее делал отсылку относительно того, сколько нефти должны были добыть страны ОПЕК, плюс с того момента, как данная сделка вступила в силу и сколько они добыли на самом деле. Там контраст ощутимый. Плюс мне также довольно понятна позиция на основании последнего прогноза экспертов ОПЕК, плюс, что якобы рынок нефти сейчас глобальный в состоянии избыточного предложения. И этот избыток будет актуален ровно до того момента, пока Россия остается в гонке поставок энергоресурсов. И только в том случае, если санкции коснутся энергетического сектора России, то тогда да, серьезно снизятся поставки на глобальный рынок. И этот самый глобальный рынок станет уже не избыточным, а дефицитным. Вот с такой подготовкой сегодня страны ОПЕК соберутся. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что рынок, скорее всего, точно не в состоянии избытка. Он дефицитный. Именно поэтому в том числе цены продолжают ролировать сейчас. Но такой доклад является прелюдией к тому, чтобы страны ОПЕК не делали ровным счетом ничего. Поэтому, друзья, если все будет так, как я отметил, если сегодня мы не получим обновленные сделки от ОПЕК, то цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель уже к концу текущей торговой сессии. Дальше по отчетам. Очень много статистики по штатам. Это выступление, начнем сначала с данных по американскому рынку труда, отчет ADP в 16-15 по московскому времени. Еще индексы активности. И все это будет замыкаться выступлением Паула, главы ФРС в Конгрессе США. Сейчас доллар может показаться находиться в таком уязвимом положении, потому что многие стали сомневаться, пойдет ли ФРС на повышение ставки сразу на 50 байсинных пунктов из-за событий в Восточной Европе. Это актуальный риск и имеет место быть, потому что все сейчас разворачивают ситуацию этого конфликта и проецируют ее на мировую экономику. Прекрасно понимаешь, что такого рода беспрецедентные санкции взаимного характера, они точно изменят структуру мирового экспорта товаров. Учитывая то, что Россия поставщик номер один, не только по нефтегазам и нефтепродуктам, но еще и стали, алюминия, никеля, пиломатериалов, кобальта. Поэтому впоследствии, если объемы поставок указанных сырьевых активов будут сокращены, конечно же, начнет расти инфляция. И это замедлит показатели потребительской активности, очень сильно ударит по экономическому росту. В том числе и США, где инфляция сейчас находится на максимумах за последние 40 лет. По версии аналитиков S&P, темпы экономического роста американской экономики могут потерять, снизиться на 0,5%, в том случае, если в ближайшие дни котировки нефти не удастся развернуть. Я все равно настроен на то, что повышение ставки будет позитивным фактором для доллара, поэтому, как и раньше, придерживаюсь позиции покупки индекса американской валюты. Такой же сценарий роста по паре доллар-иена, те же самые аргументы. Золото, которое рекомендовал покупать с целью 1950, эту цель, этот актив сделал благополучно, а сейчас откат 1934. Друзья, идет перезагрузка рынка, перезаряжаем, скажем так, прежде чем будет еще один мощный прострел вверх, уже потенциально с целями на отметке 2000 долларов за тройскую унцию. Вот попробую посмотреть совсем агрессивно, высоко. И следующий целевой ориентир 1980 – 2000 долларов за тройскую унцию. Что касается американского фондового рынка, то здесь я, как и ранее, отношусь к категории продавцов и рекомендую шортить S&P с целью 4100-4000 пунктов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошей вам торговой сессии и всем пока!